И продолжая тему прослушки, американские спецслужбы закупали оборудование и алгоритмы для сканирования информации в одной из израильских компьютерных компаний. Известно, что Израиль один из ведущих разработчиков в области разведывательных технологий. Для граждан еврейского государства давно не секрет, что каждое электронное или текстовое сообщение проверяется где-то в недрах секретных станций службы общественной безопасности страны Шабак. Как к этому относятся жители страны узнал Григорий Бадо. Израиль живет под постоянным контролем спецслужб. Как ее называют на Западе, слежка за рядовыми гражданами в еврейском государстве – одна из обязательных составляющих работы Департамента безопасности. Правозащитники заявляют, что это вопиющее вторжение в частное пространство. Власти парируют тем, что на кону сама жизнь. Так что Оруловский большой брат на земле обетованной уже давно. За жителями страны следят не люди, машины. Семантический анализ текста компьютерными алгоритмами дает коммерческим компаниям знание о том, что вам нравится, а что нет, чтобы показать нужную рекламу в нужном месте. А спецслужбам понять, террорист вы или еще нет. В знаменитой книге Джорджа Оруэлла «1984» в обстановке тотальной слежки герои все-таки находят уединенное место на природе, вдали от специальных мониторов, следивших за каждым гражданином. Сегодня, почти через 30 лет со времени, описанного в антиутопии, даже это не даст желаемой приватности. Такой монитор находится теперь у каждого в кармане. Современный смартфон, готовое устройство для тотальной слежки, разговоры, почта, фотографии, СМС и маршруты передвижения – вся эта информация почти в свободном доступе местных спецслужб. Эти израильские технологии особо ценят на Западе. Владелец частного агентства Ицхак Декель не раз был посредником при продаже израильского оборудования государственным структурам в США и Восточной Европе. По его словам, ни в одну страну нельзя ввести коммуникационное оборудование, коды доступа к которому были бы неизвестны местным спецслужбам. Существуют технологии, которые никогда не будут проданы никакому частному лицу. Например, одна израильская компания производит специальный сканер, при помощи которого можно копировать данные, проходящие по интернетному кабелю, не нарушая его целостности. Достаточно просто поместить аппарат вблизи, и дело сделано. Израильский производитель запрашивает лицензию на покупку, которую простому покупателю просто не дадут. Во всяком случае официально. Но дело в том, что подобное устройство может понадобиться разведке только при нелегальной работе с объектами за границей. В своих собственных странах им даже никуда не надо ходить. NSA в США, Shabak в Израиле или Mi-6 в Британии получают данные прямо от местных интернет-провайдеров. И ни для кого не секрет, что государство владеет ключами от всех дверей. Нет ни одной системы связи, которая была бы скрыта от спецслужб. И, как оказалось, далеко не всем в Израиле это так уж и мешает. По-моему, как раз частным компаниям следует запретить собирать информацию о моих вкусах и предпочтениях. Вполне нормально, когда это делает государство, чтобы предотвратить теракты. Я не верю, что спецслужбы станут следить за мной, ведь я не делаю ничего плохого. А обстановка здесь такая непростая, что охранять безопасность граждан без контроля информации невозможно. С глазом народа согласны и эксперты. Доктор Гавриэль Сибон, сотрудник Института стратегических исследований, находит разговоры правозащитников о тотальной слежке и оке спецслужб, от которого не скрыться, чисто теоретическими. Надо понимать, что без этого никак. Если речь идет о диктатуре, где граждан можно карать за любую повинность, тогда это плохо. В демократическом государстве существуют институты контроля. У нас прослушка частных разговоров невозможна без санкции суда. И это правило неукоснительно соблюдается. Но у спецслужб тоже бывают трудности. Слежка в 21 веке усложняется тем, что люди пользуются многими каналами связи одновременно и производят огромное количество информации. А алгоритмы сканирования и анализа далеки от совершенства. И все же понятие приватности в век высоких технологий стало весьма и весьма относительным.